И пусть площадка 11 на 10, но поверьте мне, накал страстей и эмоций у болельщиков и у самих спортсменов ничуть не меньше. А для самих ребят это еще и ступенька в большой спорт. Первый турнир на льду возле детского сада «Подсолнух» состоялся в 2018-м. Чуть позже к зимнему виду спорта стали приобщаться воспитанники соседних садов в северной части города. В этом году количество поклонников хоккея среди маленьких тамбовчан увеличилось снова. В этом году мы, конечно, рекорд поставили. Сегодня на всех трех площадках играют 20 садов. На площадке детского сада «Подсолнух» 8 садов, на площадке детского сада 52 маячок 6 садов и на площадке 59 сада «Ягодка» тоже 6 садов. А вот и хозяева поля. Команда «Подсолнух» не отступает от ворот соперника. Успех «Зеленых» не случайен. На протяжении недели они оттачивались инструктором по физкультуре технику введения шайбы. Особые тренировки дали свои плоды. Разгромный счет уже в первом периоде. Все равно будет кубок наш. Это вы так считаете? Да. Мы всех их порежем напополам. Да. Как орешки. А что сопернику своего вы желаете? А мне никто не дает. Ну, удачи. Чтобы они выиграли каких-то других. А они уже вылетели. Ну, в других. Детский сад «Журавлик» – давний соперник подсолнуха. Оттого и победа над ним еще слаще. Мы победили нашего данного соперника. Детский сад «Журавлик». Это для нас неудобный соперник. Последние два года мы играли в полуфиналах и всегда они выходили победителями. Вот. В этот раз мы им немножко отомстили. Мы вышли в следующий круг. Завтра нам предстоит две игры. Уже более серьезно. Я думаю, соперник будет посильнее. Поэтому настрой у нас самый положительный. Мы хотим забрать наш кубок, кубок дружбы, чтобы он был у нас. Команды победителя будут состязаться между собой завтра. В финал пройдут только три команды. Ну, а какой детский сад в этом году заберет себе переходящий кубок, станет известно уже в пятницу. Марина Корекина, Станислав Попов, Анна Мусатова. Область новостей. Елисей работает!